Дорогая Церковь, дорогие друзья, братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, мы очень благодарны Господу за это служение. Дух Святой особым образом вел нас с самого утра через слово, через песнопение, через молитвы, исполнение хора, общее пение. Как уже отмечалось, это последнее служение в этом году, когда мы вспоминаем Вечерю Господню. Но я думаю, что наше сердце уже где-то предвосхищает эту рождественскую радость, не правда ли? Мы уже слышим эти мелодии в наших машинах, на радио, христианских магазинах, там, где это позволено, там, где сегодня еще есть возможность проповедовать Евангелие, Благую Весть. Это прекрасно, друзья, в преддверии вот рождественских праздников, когда мы будем рассуждать, проповедовать, радоваться, благодарить Господа о том, что в мир пришел Спаситель. Я так бы хотел, чтобы уже следующее воскресенье, настолько это позволяет, наши возможности и желания наши, чтобы мы услышали и рождественское песнопение, и проповеди. Это короткое время, братья и сестры, декабрь месяц быстро пролетит, последнее служение будет 25-е, основное служение. Поэтому пусть Господь благословит всех, кто готовится в эти служения, нам уже говорить о рожденном Христе. Моё желание, братья и сестры, вместе с вами сегодня вновь обратиться к одному очень важному библейскому образу, образу царя Давида, о котором мы уже неоднократно с вами рассуждали. Господь подарил нам возможность, безусловно, нет возможности охватить, в многие-многие хотелось бы еще темы касаться этого личности, этого человека, этого пророка, этого царя, ну сколько Господь позволил. Мы будем говорить еще 31 декабря, а также тема будет предложена, и мы тоже будем говорить о царе Давиде. Но сегодня я хотел бы, братья и сестры, вместе с вами обратиться к очень знакомому тексту, который неоднократно звучал уже в нашем собрании. Я думаю, он будет также актуален и сегодня в контексте и нашего служения, когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, и в контексте рождественских праздников, которые приближаются к нам с вами. Книга «Деяния апостолов», книга «Деяния апостолов», 13 глава, будем читать с 22 и 23 стих. Два стиха, 22 и 23 стих. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса». Хочу обратить особое внимание на 23-й этот стих. Из сего-то потомства, потомства Давида, Бог по обещанию своему воздвиг для израильского народа спасителя. Друзья, когда мы читаем жизнь царя Давида, которая очень подробно оставлена на страницах Священного Писания, вот у меня создается впечатление, ни одна личность так подробно Дух Святой не уделил внимания. Это был очень непростой путь, друзья. Путь с самого начала, с бедной семьи, незначительного рода. Обычный мальчик-подросток, который выполняет обыденную такую работу, является пастухом у своего отца, меньшей в своем доме. Друг всемогущий, праведный Бог обращает внимание на его сердце. И привлекает его на служение. Избирает его на царство. Жизнь царя Давида, она была полна переживаний, скорбей, гонений, предательства близких людей, разочарования, псалмы Давида, когда мы читаем, братья и сестры, они наполнили, я бы сказал, сегодня воплем, болью, слезами, горечью. Но один очень важный момент, когда я исследовал жизнь царя Давида, невозможно обратить внимание на одну очень важную деталь, братья и сестры. У меня есть вопрос к вам. Жизнь царя Давида, его образ, не напоминает ли вам еще один образ, который жил на этой земле, пришел на эту землю? Братья и сестры, я нахожу образ Иисуса Христа. Удивительно, братья и сестры, нет возможности нам передать вот это все сходство во многих-многих деталях, как Священное Писание открывает две личности. Образ Давида и образ Иисуса Христа. Мое желание сегодня вместе с вами в контексте вот этого собрания и рождественских приближающихся событий, служений наших, когда мы вспоминаем приход Иисуса Христа, хотя бы кратко рассмотреть сходство между Давидом, который родился в бедной семье, в маленьком городе Вифлееме и Иисусом Христом, который родился спустя 1100 лет, который родился в бедной семье, в маленьком городе Вифлееме, и которого в течение всей его жизни много людей называли не иначе, как Иисус, сын Давидов. В Новом Завете более 17 раз мы встречаем это словосочетание. Иисус, сын Давидов, его называли разные-разные люди. И почему-то людям это было так понятно, настолько люди о том говорили, и в этом есть определенная, наверное, причина, правда. Мое желание сегодня и тема моей проповеди сегодня называется «Давид про образ Христа», либо по-другому «Христос и Давид». Среди многих замечательных сходств, как я уже сказал, между Давидом и Христом мы можем проводить параллели. Мне в первую очередь хотелось бы обратить внимание на родословие как Давида, так и Иисуса Христа. На родословие как Давида, так и Иисуса Христа, на эту их глубокую связь друг с другом. Когда мы читаем родословие Давида, то чаще всего его называют сыном Иесея по имени его отца. Давид не описывается как сын Авраама, чьим именем евреи часто хвалились, не описывается как происходящее из колена Иудина, от которого должен был прийти Мессия. Но он называется очень просто. Сын Иесея из Вифлеема. А Вифлеем, как известно, это небольшой городок. Семейство Иесея было незначительно. И что характерно, враги Давида очень часто использовали вот это словосочетание сына Иесея в такой пренебрежительной форме, как бы пытаясь оскорбить, унизить Давида. Давайте вспомним 1-я книга Царств, 22-я глава, 7-й стих. Саул, который завидовал Давиду, который ненавидел Давида, который преследовал Давида, он однажды так сказал своим слугам, 7-й стих, 22-й главы, 1-я книга Царств. Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иесея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? С каким пренебрежением, обратите внимание, говорит о роде Давида, сын Иесея. Или давайте вспомним пример другой. Помните, личность Навал. Известна личность Навал, которому когда-то Давид пришел своими воинами, попрося помощи, хлеба и необходимой воды или еще что-то просил. Помните, как Навал пренебрежительно отзывается о Давиде и его отце, его семействе. Следующая глава, 1-я книга Царств, 25-я глава, в 10-м стихе записан следующий вопрос Навала. Задает вопрос, кто такой Давид? И кто такой сын Иесеев? Ныне стало много рабов, бегающих от Господь своих. Вот таким небогатым, скромным, малозаметным родом мог похвалиться Давид, о которой его враги с насмешкой говорили. Друзья, и когда мы обращаемся к родословию Иисуса Христа, то мы находим, что его происхождение по земной линии, по его земной линии, было также не из богатого, известного рода. Христос пришел также из скромного, незначительного рода, и как этот род назывался? Иесея. Иесея, друзья, когда мы читаем, смотрите, как говорит пророк Исаия об этом. Исаия, 11-я глава, 1-й стих. Книга пророка Исаия, 11-я глава, 1-й стих. «И произойдет отрасль от корня Иесеева. Ветвь произрастет от корня его». Обещанный Мессия, обещанный Царь, который должен прийти на эту землю, представлен в этом стихе как небольшой отросточек, как небольшая веточка, которая отбилась от корня дерева. Возникает вопрос, что случилось с деревом? Обратите внимание, как говорит пророк Исаия. Христос придет в образе, как веточка. Пророк Исаия говорит, как росток из сухой земли, помните? А здесь Исаия говорит, что Христос произойдет от корня Иесеева. Ветвь произрастет от корня его. И возникает вопрос, раз есть корень, то, значит, было дерево. Что случилось с этим деревом? Ведь мы знаем, что с избранием Давида на царство, с избранием Давида на царство семейство Иесея отца Давида было возвышено к величию и славе Израиля во все времена Давида. Вспомните, как Господь благословил особо семейство и род Давидов. Вспомните период царства Соломона, его сына. Какое величие, какое великолепие, великолепие, храмовое служение. Враги трепетали, мир наступил, богатство изобилия, братья и сестры. И вот этот корень Иесеев, незначительный род Иесеев, стал величественным деревом, могущественным, который приносил славу Господа, величие и благословение для народа израильского. Из этого семейства были многочисленные царские роды, благородные семьи, и разрослось это семейство подобно большому дереву. Но есть одно но. Есть история Ветхого Завета. Печальная история этого величественного царского рода Давидова. Если вы помните, когда мы читаем книгу Ветхого Завета, историю царства Соломона, в жизни этого человека, которым Господь наделил особой мудростью, особо благословил его царство, произошла трагедия. Произошло духовное падение, которое отразилось на его личную жизнь, жизнь его детей, сыновей и на жизнь всего царства израильского. Царь Соломон за его отступление от живого Бога, за его идолопоклонства, которое он допустил в своем царстве, Господь сказал, что он исторгает царство из руки Соломона. Это дерево было срублено, от которого почти ничего не осталось, кроме его корня на поверхности земли. Мы читаем, как Бог выносит свой приговор, который будет выражаться в том, что он исторгает царство из руки Соломона. Что это значит? Можем себе представить те масштабы величия, влияния этого царства. И вдруг в одно мгновение, подобно когда-то, помните, на Фудоносору сказал Господь или другому царю, многим царям выносился приговор, и это было мгновение, сразу же. Но здесь Господь медлил, Господь проявлял особое милосердие, и при его жизни он этого не сделал. Почему, братья и сестры? У Бога была одна очень важная причина веская, и Он говорит, одно колено ради Давида и ради города Иерусалима, который Господь избрал, друзья. Всегда Господь подчеркивает, ради Давида, раба моего, который я избрал, Он проявлял множество, множество раз особую милость и благодать свою. Так было и в этом случае. Он говорит, ради Давида, и оставляя одно колено. А в Третьей книге Царств, в 11 глава 39 стихе, Господь выносит свой как бы вердикт, свой приговор, подводит итог и говорит так, «И смирю я род Давидов за это, но не на все дни». Обратите внимание на этот текст. «Смирю я род Давидов, но» стоит, «не на все дни». Бог смиряет, практически срубывает дерево, оставляет только корень, но вот эта фраза последняя в этом стихе, «но не на все дни» говорит о будущей надежде для Израиля. Вот в этом есть особый смысл, но не на все дни. Итак, род Иесеев стал подобен срубленному дереву, которого почти ничего не осталось над поверхностью земли. И когда пришла полнота времени и время прихода в мир Спасителя, то Писание говорит, что Христос, приходя в этот мир, Он не избирает знаменитый царский род, знаменитую семью, известное имя. Христос пришел как отрасль корня, как ветвь от корня, как росток их сухой земли. и Христос не изменил своему завету с Давидом. Его земные родители, которые также были из дома Давидова, обратите внимание, и Иосиф, и Мария, ничего не могли ему дать на момент его прихода. Иосиф, он был бедный, плотник, как известно, Мария, мать Господа, бедная девушка. Вот все, что осталось от некогда знаменитого, величественного царского рода Давида. Они пришли в Ифлием на перепись, и когда Марии пришло время родить, то им не нашлось, как известно, места в гостинице, им пришлось положить рожденное дитя в яслях. Дорогие друзья, братья и сестры, обратите внимание на действия Иисуса Христа. Когда мы говорим о Его приходе в этот мир, этом божественном замысле в Его искуплении, обратите внимание на действия Иисуса Христа. Он не отворачивается от Давида. Он не мешает, не меняет, простите, своих планов, через кого прийти в этот мир. Почему? Есть завет. Есть завет между Давидом и Христом, который и сегодня имеет свое основание, свое действие, и этот завет не закончился еще. этот завет не раскрылся в полноте. Мы чуть позже коснемся. Поэтому Господь, Господь Иисус Христос, Он обещал Давиду, что Он придет из Его рода. Из рода Давидова придет Мессия. Несмотря на то, что дерево срублено, и есть только маленькая веточка, Господь говорит, Я приду, Я стану этой веточкой, чтобы начать путь для того, чтобы завершить свое дело. Не только с народом израильским, не только с домом Давида, но и со всем миром, со всей землей. И когда мы читаем родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, первая глава, первым стихом, то первое имя в родословии Иисуса Христа стоит, обратите внимание, какое, чье? Сына Давидова, а потом Авраама. Первое имя, казалось бы, нарушение логики, где последовательность, ведь где-то Давид должен там дальше быть. Нет. В родословии Иисуса Христа имя Давида стоит впереди, а потом уже упоминается имя Авраама. И в этом родословии, когда мы читаем Евангелие от Матфея в первой главе, имя Давида упоминается четыре раза. Как бы особо Господь подчеркивает свое почтение, любовь, верность с заветом с Давидом, который он обещал. Более того, приход в мир Иисуса Христа через род Давидов, корень Иесеев, производит колоссальные изменения в этом мире. Бог восстанавливает это срубленное дерево, которое становится благословением не только для всего Израиля, но и для всех языческих народов. Братья и сестры, благодаря тому, что Иисус Христос родился, пришел, друзья, Он взял на себя вот эту великую миссию, чтобы это дерево народа израильского стало величественным, но не только израильского народа. Мы читали с вами Исаия, пророка 11 главу, первый стих, и там написано, и произойдет отрасль от корня Исеева, и вет произрастет от корня его. А теперь посмотрите в 10 стихе этой же главы, на 10 стих, обратите внимание, «И будет в тот день к корню Иесееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Братья и сестры, к этому корню, обратите внимание, который станет знаменем для народов, обратятся языческие народы, и покой его будет слава. И вот почему, когда мы говорим о Давиде, Иисусе Христе, Давид является только тенью, прообразом Господа Иисуса Христа. Бог верен своему завету с Давидом. Народ израильский, который находится сейчас в отпадении, проходит очень трудное время испытаний, в будущем ожидают величайшие благословения, величайшие события, которые произойдут, и это будет связано, братья и сестры, с Давидом и Иисусом Христом вместе. Книга пророка Иезекииля, позвольте прочитать несколько стихов. Книга пророка Иезекииля, 37 глава, сейчас перед нами откроется величественное будущее народа израильского в контексте наших рассуждений о царстве Давида. Мы говорим о будущем. Итак, 37 глава, я читаю с 21 стиха по 28 стих включительно. У кого есть Библия, можете следить, нам братья помогут. Спасибо. Итак, 21 стих, то скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, это о будущем говорится, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже сквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пророками своими, простите, пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. 24 стих, очень важный. Раб мой Давид будет царем над ними, и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дам рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. Раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое среди них вовеки. Братья и сестры, открывается удивительное качество Бога, его верность, верность своим народу, верность обещаниям, верность, которую он дал, пообещал когда-то Давиду, не прекратятся на престоле Твоем. То есть, Господь дальше проводит и верен обетованиям, которые он когда-то дал Давиду. Обратите внимание, особо на 24 стих, мы видим, как Давид будет прообразом Иисуса Христа там, в будущем, когда откроется в тысячелетнем царстве, речь идет о событиях тысячелетнего царства, 24 стих, «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». Давид, который сегодня находится в вечности, придет время, когда он воскреснет. Все вот эти события, связанные с воскресением верных праведников, братья и сестры, мы вновь увидим Давида там, в Израиле, когда он будет царем, когда он будет пастырем, как прообразом Иисуса Христа и сам Господь будет с ними. Итак, мы рассмотрели вот глубоко это духовное сходство в родословии между Давидом и Христом. Это очень кратенько. И в контексте служения, которое мы будем совершать сейчас, через несколько короткое время, мы будем вспоминать страдания нашего Господа, я хотел бы обратить еще одно внимание на одну деталь, на одну очень важную истину. Христос и Давид, они прошли очень долгий, непростой жизненный путь. На этом пути были путь страданий, скорбей. Конечно же, страдания Давида и страдания Христа ничего не значат, братья и сестры, по сравнению. Но тем не менее, обратите внимание, Бог проводил Давида таким путем удивительным, таким трудным путем, друзья, где мы находим его в псалмах, в гонениях, в унижении, в преследовании врагов. И я задавался вопрос, почему так? Почему вдруг мы обнаруживаем, друзья, в его псалмах такие вещи, удивительные, пророческие, что они создают впечатление, что эти псалмы писались у Голговского креста? Друзья, Давид не просто, он был автором псалмов, он не просто был наблюдателем каких-то событий, и просто он писал, что произойдет в будущем со Христом. Бог окунул его в эту пучину страданий. Его сердце, его душа, абсолютно все, он сам находился в этих условиях. И когда он писал о себе, друзья, вдруг мы видим в этих страданиях то, что придет к Иисусу Христу, то, что перенесет наш Господь Иисус Христос. Среди многих псалмов Давида есть один псалом, который, можно сказать, как я уже сказал, написан, у креста Голговского. 21-й псалом. Если у вас с собой открытая Библия, давайте мы этот откроем псалом и посмотрим только на некоторые стихи этого псалма. 21-й псалом. 1-й, 2-й стих. Начальнику хора при появлении зари псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня далеки от спасения моего, слова вопля моего. Братья и сестры, вам знакомы эти слова? Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Давид, когда-то в своей жизни, он обращался, это реальная ситуация, реальные слова Давида. Но обратите внимание, спустя тысячу сто лет другой потомок Давида из рода Давидова. Наш Господь Иисус Христос, висся на Голговском кресте, Он обращался к Своему Отцу и вопиял, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Восьмой стих, обратите внимание, все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою, Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Друзья, мы поистине находимся у Голговского креста и спустя тысячу сто лет то, что когда-то уста Давида произносили, вопия к Богу, прося милости, мы слышим из уст нашего Господа. Обратите внимание на семнадцатый стих этого же Псалма. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Девятнадцатый стих делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Двадцатый стих «Буду буду возвещать имя твое, братья мои посреди собрания восхвалят тебя». Мы слышим, звучат этого Псалма, звучат слова Евангелия, евангельские весть о распятом Иисусе Христе. Будучи пророком, Бог провел Давида через его личную жизнь, страдания, отречения, унижения, для того, чтобы Давид мог написать эти пророческие слова, которые исполнились при жизни Господа Иисуса Христа. Итак, Давид, он является прообразом Иисуса Христа. Очень кратенько. В каких же еще случаях мы видим это сходство в этом обычном человеке увидеть этот образ Иисуса Христа. Очень несколько коротких замечаний и мыслей. Как известно, в древности придавали очень большое значение имени. Когда ребенка называли, вкладывали глубокий смысл, хотели, чтобы этот ребенок мог отобразить каких-то, может быть, своих отцов, или отобразить, может быть, если это христиане и сегодня, смысл божественный, духовный смысл. И то же самое, думаю, когда родился ребенок в семье Давида, в его отце, он был последний из сыновей, ему дали имя Давид. Мне вопрос, дорогая церковь, что значит имя Давид? Что значит имя Давид? Возлюбленный, братья и сестры, возлюбленный. Значение имени Давид, друзья, это не случайно, возлюбленный, это согласуется с тем, что, помните, Господь сказал о своем Сыне Иисусе Христе, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение», друзья. Отец называл его Давидом, возлюбленным, друзья. Господь называет Сына Своего возлюбленный. Христос Христос был возлюбленный Своим Отцом, хотя многими людьми был отвержен. Камень, который отвергли строители, он был поставлен во главу угла. Как некогда Давид проходил отвержение самых близких, предательства, так прошел наш путь Господь Иисус Христос. Как известно, Давид был пастухом овец у своего отца. И он постиг эту науку, это ремесло в совершенстве. Помните, когда он описывает, что происходило, когда приходили опасности, реакция Давида, как он себя вел. Он знал своих овец по имени, он защищал, он любил, он заботился, он водил, он делал все возможное для того, чтобы его овцы были насыщены, были защищены и находились в заботе про сестры. Когда он писал 22-й псалом, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Помните, мы видим, что он описывает глубокий внутренний характер еще одного доброго пастыря, который сказал, есть пастырь добрый, пастырь добрый, который полагает жизнь свою за овец своих. Этот псалом Давида, он настолько открывает образ Иисуса Христа, о нашем Господе, который заботится о своих овцах, водит на злачные пажики, подкрепляет благодаря Давиду его жизненному опыту, его духовному опыту и его личные отношения со Христом открывает нам глубокий образ Иисуса Христа в таких простых примерах. И последняя короткая мысль, и мы будем молиться. Возникает вопрос, возникает очень важный вопрос, для чего Бог избрал Давида? для чего Бог позволил пройти этому юноше, подростку от дома своего отца, пройти этот сложный путь в гонениях, преследованиях, в сражениях, в победах, в личных его поражениях и его падениях греховных. Почему Бог допустил это его жизни? И вдруг Христос, Он настолько его поднимает, настолько его превозносит. И в будущем, как мы прочитали книги пророка Езекииля, мы видим, особая роль отведена снова этой личности. Я нахожу один ответ, братья и сестры. Бог избирает простых людей. Бог называет этих людей своими, допускает ихней жизни пройти этот земной непростой путь для одной очень важной цели, чтобы в этих испытаниях, в этих условиях, пусть слабый, но пробился четкий образ личности Иисуса Христа. Братья и сестры, и то, что мы сегодня говорим о Давиде, мы говорим, да, он только прообраз является тенью. Касается это нас с вами? Хочет ли Бог нас таким образом проводять через различные испытания жизни, скорби, переживания, падения, гонения, разочарования, чтобы в нашей с вами жизни не только Давида виден был этот образ Иисуса Христа? Братья и сестры, несомненно, это его цель. Даже если нам не нравится, даже если мы не соглашаемся, он будет это делать. Как добрый пастор, заботливый Господь, он будет это делать. Мы подходим к концу практически года, это последнее служение, когда будем вспоминать страдания нашего Господа. И я думаю, что в предстоящих праздниках, и когда мы будем в кругу семьи и в церкви, будем слушать Слово, размышляя утром, вечером, когда мы молимся, читаем Слово, братья и сестры, анализируйте вашу жизнь. Поблагодарите Господа за нелегкий путь прошедшего года, за испытания, за трудности, за неотвеченные молитвы, может быть, еще не обращенных деток, которые на пути к Господу, которые доставляют трудности, переживания, друзья. Через это у Бога есть очень важный план. В послании к римлянам, 8 глава, 29 стих, написано следующие слова, очень сильный текст, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Здесь не стоит слово Давид. Мы не встречаем здесь имени Давид, братья и сестры, поставьте свое имя. Потому что мы верим, что Господь, Он не только предузнал, Он предопределил и избрал нас для чего? Для одной великой цели быть. Быть подобными не Давиду, не Аврааму, не Самуилу, но более высокой цели быть подобными образу сына своего. А сын, в свою очередь, Он не стыдится, называя нас братьями. И Он хочет быть первородным не между только Давидом, а многими братьями. И сегодня, братья и сестры, Христос находится с нами. Духом Святым Он пребывает здесь сегодня, когда мы будем вспоминать страдания нашего Господа. Пусть наше сердце будет присполнено благодарностью за Его избрание, за Его выбор нас с вами, за путь, который Он провел каждого из нас, и за то, что в этом пути у Него есть цель, которую Он не оставит и доведет до конца. И как некогда Давид, в тысячелетнем царстве откроется вся сила, красота, богатство, Божьего царства, которое будет показано в тысячелетнем царстве, как на земле Бог хотел видеть израильский народ. А потом это царство, братья и сестры, принесется вечность, небесный Иерусалим, где соберемся все вместе, братья и сестры. И как прекрасно, когда, находясь уже там, каждый из нас сможет отображать образ Иисуса Христа и прославлять Его во веки веков. Аминь.